Идея использования катализаторов под землей для добычи тяжелой нефти рассматривалась уже давно. В Казанском федеральном университете эти исследования стартовали еще в 2015 году. Тогда команда ученых начала работу с органно-растворимыми соединениями переходных металлов, которые показали высокую эффективность сначала в лабораторных условиях, а после в процессе тестирования на месторождении в Татарстане и Кубе. Последняя рецептура катализатора была испытана по заказу Лукоил на месторождении в Самарской области. Где также показаны были хорошие результаты, как было указано в Телеграм-канале Паула Лукоил, результаты показали более чем в 7 раз повышение нефтеотдачи, но это на первом этапе. Далее, конечно, эти результаты будут ниже, мы предполагаем где-то 2-3 раза, но тем не менее это все равно очень хороший результат. Буквально на днях будет произведена еще одна заказчика по заказу Лукоил, 5 октября запланирована. Партии катализаторов отработаны на производственных площадках Казани. Чтобы понять, насколько масштабно была проделана работа, стоит углубиться в само понятие катализаторов. Катализаторы – это наноразмерные частицы, которые в случае заводской практики используются в виде гранул, которые, в свою очередь, уже добавляются в тарелки. Через них фильтруется углеводородное сырье. В случае технологии Казанского университета частицы адсорбируются на породе. Фильтрующая нефть, которая контактирует с частицами катализатора, подвергаются химическому преобразованию. Катализаторы в целом широко используются для процессов нефтепереработки. Ключевая их цель – ускорить некоторые реакции, в частности, реакции разрыва больших молекул. Применение каталитических технологий для добычи нефти имеет свои особенности. Катализаторы мы не можем внедрить, как на заводе, в виде гранул, пласт. Поэтому они должны быть инжектированы в виде наноразмерных частиц. Наиболее оптимальный способ – это закачка органорастворимых прекурсоров, из которого наночастицы флормируются уже в пласте. То есть, изначально, это раствор органорастворимого соединения, ряда переходных металлов, под каждое месторождение сочетание металлов подбирается. Стоит отметить, что катализаторы производятся на отечественном сырье. Казанский федеральный университет не зависит от импорта. По словам Алексея, сырье относительно доступное, а технология представляет собой двухстадийный синтез. На катализаторы получена вся разрешительная документация. В частности, вместе с компанией «Зарубежнефть» мы прошли все стадии оформления документов, доставки, оформления таможенных процедур и экспорта. То есть, мы готовы катализаторы эти производить, доставлять под конкретные задачи компании. В частности, компания «Лукою» в последний раз поставила непростую для нас задачу не только произвести и предоставить партию катализатора с ворот завода, так называемая процедура, но и также доставить партию катализатора непосредственно на месторождение и проконтролировать его закачку, что было сделано. Также вот такую же процедуру мы проведем 5 октября в Самарской области. Отметим, что ранее работы финансировались по программе «Топ-100», после чего было выграно множество грантов по данной тематике, в том числе и мегагрант Российского научного фонда. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универниус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова